Всем привет! В этом видео я продолжу делать пневмоподвеску на Тесла Кибердрак. В прошлом видео я сделал её сзади, теперь остался перед. Крестообразное усиление моторного щита придётся убрать. Вместо него будут две вертикальные профтрубы. Надену средство защиты и начну работу. По мере оснащения пикапа в него уже стало неудобно залазить. Приходится преодолевать целую полосу препятствий. Нужно поскорее сделать двери. Наверное нет такого человека, который не любит слушать музыку. А самые продвинутые слушают музыку в беспроводных наушниках CGPods. CGPods это влагостойкие наушники. Под грязь и прочий зашквар с них легко смывается водой. Можно даже принимать в них душ. CGPods прочно держится в ушах. А ещё у CGPods в запасе 20 часов работы вдали от розетки. Прямо как у яблочных ушек. У CGPods мега крутые кейсы. Кейс антистресс CGPods Lite. Приятный на ощупь и гладкий как морская галька. А кейс CGPods 5.0 сделан из профессионального авиационного алюминия. Из такого же делают боинги. Этот кейс легко выдерживает 100 килограммов. Стоит CGPods всего 3,5 тысячи. В 4 раза дешевле яблочных аирподсов. Которые кстати боятся влаги. А CGPods влаги не боится. CGPods продаются только онлайн. С доставкой по России, Белоруссии и Украине. Никаких наценок и накруток торговых сетей. Только честная цена напрямую от производителя. Всего 3,5 тысячи рублей. А по коду ключи можно получить скидку 200 рублей. Код и ссылка в описании. После приварки профтрубы срезал окончательно весь стапель. Теперь передняя часть кузова держится всего лишь на двух подпорках. Из обрезков стапеля будет сделан передний подрамник. Решил нижнюю часть сварить на столе, а потом приварить её к раме. В передней части подрамник будет соединяться с каркасом из труб. И получится одно целое. Также приварил верхнюю часть подрамника для верхних рычагов. Теперь нужно сделать рычаги по старой схеме, так же как и задние. Ещё нарезал ушей из швеллера. Рычаги получились точно такими же как и сзади. Сейчас нужно определиться с углом кастера. Он нужен для того, чтобы колёса всегда стремились после поворота встать прямо. И руль легко возвращался в первоначальное положение. Для этого нужно немного сместить ось поворота верхним рычагом назад. Разметил положение рычагов и стал их приваривать. Далее к рычагам прикрутил поворотные кулаки. Затем примерил колёса, и они оказались смещены к порогу. Пришлось всё отпиливать и сместить все рычаги на пару сантиметров вперёд. Вот теперь всё ровно. Можно переходить непосредственно к установке пневоподушек. Для них над рычагами приварил профильные трубы. Подушка будет крепиться так же как и сзади на швеллер. Разместил её между трубами и приварил. После прикрутил нижнюю площадку и по месту прихватил её к верхнему рычагу. Надеюсь, выбранный мной электродвигатель влезет. Если нет, придётся расширить верх подрамника. Да, кстати, я определился. В этой машине не будет ДВС, только электромотор. Так сказать, если уж начал делать копию, то делаю её похожей с технической частью. Подсоединил к подушкам воздушную магистраль и осталось только подключить блок клапанов. Я вам сейчас всё наглядно покажу и расскажу об устройстве моей пневмоподвески. Итак, у нас есть двухконтурный блок клапанов, который может независимо накачивать переднюю подвеску и заднюю. Четыре подушки, две спереди, две сзади, на каждое колесо. Они соединены попарно трубками через тройники в передний контур и задний. И подключены к блоку в специальные штуцера. Для накачки подушек нам понадобится автомобильный компрессор, например, Беркут R20. Но напрямую соединять компрессор с блоком не стоит. Нужен аккумулятор сжатого воздуха. Для этого в магистраль устанавливают ресивер с обратным клапаном и осушитель воздуха, чтобы вода не копилась в системе. Принцип работы такой. Включается компрессор и подаётся воздух по трубке через осушитель в ресивер. Там он накапливается до стандартных 8 атмосфер и далее поступает к блоку клапанов. На пути ему встречается впускной клапан, который в обычном положении закрыт. Чтобы его открыть, нужно на клапан подать 12 вольт. И он откроется, пропуская воздух к подушкам. Для этого каждому клапану нужен свой выключатель. Рассмотрим только передний контур, две передние подушки. Слева показаны схематично два клапана, впускной и выпускной. Когда на впускной клапан подаётся напряжение, а именно на его катушку, сила индукции поднимает заслонку. Воздух спокойно проходит подушкам и они надуваются, поднимая кузов пикапа. Например, чтобы проехать по грязи или загрузить квадроцикл в кузов. Для того, чтобы зафиксировать положение кузова, напряжение отключается и клапан закрывается, оставляя давление в подушках. А чтобы стравить воздух с подушек и опустить кузов, подаётся напряжение на выпускной клапан и воздух стравливается через специальное отверстие. Подушки сдуваются, кузов опускается. Я хочу управление всей пневмоподвеской сделать через софт. Для этого в Тесле будет стоять мини-компьютер, который будет управлять блоком клапанов, а следовательно поднятием или опусканием кузова. Данные будут выводиться на экран, на котором будут кнопки положения кузова и изображение Теслы, соответствующие нажатой кнопке. Вроде бы наглядно всё объяснил, теперь подключу блок клапанов к подушкам, как рассказывал ранее. Проверю работу блока обычным аккумулятором на 12 вольт. Для начала полностью подниму переднюю подвеску. В таком положении можно убрать подпорки. Всё, теперь официально Тесла стоит на своей пневмоподвеске. А вот максимальное положение кузова. Надеюсь, привода позволят до такого положения подняться и без вреда для них ездить. Ещё пока непонятно по колёсам, но я думаю, можно поставить резину побольше, арки это позволяют. Условно по порогу получилось полметра. А теперь самое низкое положение. Пока не знаю, для чего оно нужно, но выглядит тоже очень круто. Получилось условно по порогу 25 см. Я говорю условно, потому что хочу максимально сделать похожий по технической части пикап. Установить электродвигатель и высоковольтную батарею разместить под днищем. Она украдёт несколько сантиметров у клиренса. Это будет возможно только с вашей поддержкой, в виде лайков, комментариев и самое главное, временем просмотра видео без перемотки. За это отдельное спасибо. Два положения я проверил. Осталось положение погрузки квадроцикла в кузов. Для этого поднял переднюю подвеску без задней. Открыл борт и удивился, то что квадроцикл сможет заезжать в принципе без трапа. И есть шанс, что можно сделать всего лишь одну выдвижную пластину. Практически как у оригинала. Так что я доволен проделанной работой. Сайбертрак стоит на своей пневоподвеске и всё прекрасно работает. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Увидимся в следующем видео.